Сегодня поговорим о новом play-to-earn шутере от Age of Mars под названием Red House, которым занимались разработчики таких AAA игр, как Battlefield 2042, Payday, Saints Row и другими. Салют, на связи Красс, на канале я рассказываю, как зарабатывать играя в игры, подписывайся, если тебе такое интересно. И погнали! Red House является первой игрой в экосистеме Age of Mars. Представляет она из себя шутер от третьего лица с play-to-earn механиками. Недавно команда запустила альфа-тест и через платформу Epic Games любой желающий сможет поиграть в нее и потестировать. Проект не совсем новый, потому что старый выкупили новые разработчики, которые собираются добавить в экосистему целых три игры. Предыдущая одноименная игра была не то чтобы плохой, однако на фоне изменения вектора Web3 игр мы просто собирали NFT-ресурсы, занимались прокачкой своей колонии на Марсе и она явно не дотягивала. А вот новые игры, которые планируются в экосистеме, являются уникальными и инновационными проектами в мире Web3. Игра разработана на Unreal Engine, поэтому выглядит довольно свежо. Всего будет доступно два режима – PvP и PvE. PvE является режимом выживания, где вам совместно с другими игроками нужно отбиваться от непрерывных волн врагов, которые, конечно, с каждой волной будут сильнее. PvP режим включает в себя классический командный бой, где две команды сражаются друг с другом, а также мясорубку – это динамичный бой, где каждый сам за себя, по факту также классический дезматч. И последний – это захват точек, режим, в котором две команды соревнуются за контроль над несколькими точек на карте. Помимо того, что Age of Mars является экосистемой, которая включает в себя три игры, они будут иметь один токен MMT. И для заработка в любой из игр экосистемы вам не нужно регистрироваться в каждой игре, достаточно создать единый аккаунт Age of Mars. Сделать это можно с помощью электронной почты или Web3 кошелька Metamask по ссылке в описании. Для участия в альфа-тесте Red House вам также нужно установить Epic Games Launcher и уже там скачать игру. Ссылку на игру я также оставлю в описании. После запуска игры вам нужно будет залогиниться через ту почту, которую вы использовали для регистрации в экосистеме. Запустив игру, вы попадете на главный экран. На текущий момент в альфа-версии доступен только один режим для игры – командный дезматч. Также в правом верхнем углу вы увидите свой никнейм и настройки, как геймплея, так и видео с управлением, которые вы можете изменить для комфортной игры на своем ПК. Сама графика игры выглядит отлично, а геймплей очень динамичный. Управление интуитивно понятно, но из основных, что вам нужно знать, это ускорение на Shift, бросать гранату на Q, на E удар прикладом и переключать оружие можно на цифры 1 или 2 или колесиком мышки. Вся остальная раскладка будет для вас понятна, если вы хотя бы один раз играли в шутеры, так как управление стандартное. Несмотря на то, что я не особо любитель шутеров, последнее, что я сильно задротил в детстве, это было CS 1.6, думаю, по моей игре видно, что я такой себе аимщик, но игра мне понравилась. Это вполне годный шутер и без привязки его к блокчейну и заработку. Что касается интерфейса в самой игре, то здесь сверху мы видим таймер, очки красной и синей команды, справа в верхнем углу убийство, справа, но уже снизу, ваш арсенал, автомат, пистолет, патроны к ним и одна граната. И слева снизу два индикатора, верхний ваше здоровье, а нижний стамина, которая тратится, когда вы бегаете или прыгаете. Также на карте разбросаны в определенных местах зеленые банки с ХП, которые можно подобрать и отхилиться. Игра заканчивается по истечению времени или когда одна из команд наберет 100 очков. В целом, даже для альфа-версии, при одном режиме игра выглядит достойно. Хорошая графика, нетопорное движение персонажей, проработаны звуки и саунд-дизайн. Но по сути сейчас на этом все. Как видно, в игре будут еще вкладки, это инвентарь, магазин, кланы и статистика. Кстати, насчет инвентаря. Сейчас у них на сайте во вкладке Marketplace можно приобрести армор, рюкзак, ботинки, перчатки, маску, оружие или все это одним целым паком. Как по мне, цены достаточно демократичные. Не знаю, насколько уместно покупать отдельно, например, рюкзак или перчатки, как будто лучше взять маску, армор или оружие, или все это вообще одним целым паком. Так выйдет вообще гораздо дешевле. Ну и все это рарно редкости. Думаю, потом цены будут не такие низкие. Во вкладке моей бонусы вы можете создать реферальную ссылку, благодаря которой будете также зарабатывать за счет покупок NFT-шмоток своих рефералов. Игра и вся экосистема находятся на активной стадии разработки. Уже заключено много интересных партнерств и думаю, потенциал у проекта очень большой. Помимо этого, активные участники сообщества смогут получать NFT раннего доступа, а на их зиле уже зарабатывают от 50 до 350 долларов. Сейчас основным правильным действием в игре будет прокачка скилла, потому что уже в будущем команда планирует запуск турнира с большими наградами для игроков, но после завершения тестирования. Явно, что жирные призовые будут забирать самые скилловые игроки, которые задротили в тесте. Поэтому я бы рекомендовал начать играть уже на альфа-тесте, чтобы после его завершения залететь в турнир. По наградам пока информации нет, поэтому когда что-то будет известно, то я запощу в своем телеграм-канале. Там всегда свежая информация появляется в первую очередь. Подписывайтесь, ссылка будет в описании. За проектом я буду однозначно следить и держать вас в курсе. В описании к видео вы найдете все нужные ссылки на Red House, в том числе на сайт, где вы сможете сами более подробно ознакомиться с игрой. А на связи был Красс, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии по поводу этой игры и встретимся в метавселенной. Продолжение следует...